Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, наш канал «Взгляд небесный». Мы продолжаем наш проект «Неизвестная Сибирь, неизвестная Россия». И с нами опять на связи историк, краевед, епископ Лютеранской церкви, город Барнаул, Александр Франц. Александр, вам слово. Здравствуйте, я тоже рад, что все это у нас продолжается. Мы в прошлый раз говорили о первых горных инженерах, которые были протестантами по вероисповеданию. Большей частью они были лютеране, но среди них попадались и реформаты, то, что иногда в советских учебниках любят называть кальвинистами. И пасторам, которые сюда приезжали для их обслуживания и окормления, лютеранским пасторам вменялось в обязанность проводить богослужения и для реформатов, чтобы они не чувствовали себя одиноко. Все они формировали здесь такие горные династии, которые уже на протяжении последующих всех столетий, в основном они все обрусели, но они оставили такой след сначала в сереброплавильном производстве, а потом уже и в других отраслях экономики Сибири, что можно сказать. Я вот хотел вспомнить одну из таких династий, это была династия горных инженеров-прангов. Их отец был петербургским фабрикантом, происходили они родом из Пруссии, и его дети стали горными инженерами, трудились здесь, на Алтае. Один из них возглавлял Павловский сереброплавильный завод на Алтае, и у них был еще один брат, это было трое братьев, двое из которых были горными инженерами, а третий почему-то решил быть художником. Его звали Матиас Пранк, он проживал в Петербурге и приезжал к братьям на этюды на Алтае. И так как он был еще химиком-любителем, он нашел здесь месторождения, из которых можно было получать соду. И он решил построить в окрестностях города Барнула содовый завод. Как-то он увлекался этим производством, и он решил по методу француза Леблана построить содовый завод. Братья горные инженеры дали ему для этого денег, и он построил первый в России содовый завод. Других содовых заводов тогда в России не существовало, это было новое дело. Плюс многие не знали, зачем нужна сода. И вот этот Матиас, или как его еще называли, Матвей Богданович, вот этот Матвей Богданович пранк, он популяризовал соду, потому что никто не хотел покупать. Он создал при своем содовом заводе маловаренное производство, и он владельцам других маловарин показывал, как с помощью соды можно улучшить процесс маловарения. Он их привозил, и специально им это демонстрировал. А плюс он ездил на Нижегородскую ярмарку, возил свои образцы вот этой продукции, этой соды, представлял на ярмарке, получал за нее, не дали. Ну, собственно, ему там, по большому счету, не с кем было конкурировать. Он был единственным производителем соды в России. И он писал такие специальные буклеты для домохозяек. И он домохозяйкам рассказывал, зачем нужна сода в домашнем хозяйстве, как ее можно использовать для выпечки. Он фактически под себя создавал рынок. И вот когда он людей подсадил на свою соду, у него очень хорошо пошли дела. Он быстро разбогател. Завод его был успешный. Приезжали специальные иностранцы, потому что они слышали, что в Сибири существует единственный в России содовый завод. Восхищались его производством. Ну и уже после его смерти этот завод возглавляла его вдова, Юлия Пранк. Она происходила из семьи фармацевтов. Занималась благотворительностью. Здесь возглавляла общество Красного Хреста. Создала при своем заводе, она была тоже лютеранка, создала при своем заводе школу для детей и рабочих. Собирала, когда происходили какие-то перипетии, наводнения, пожары, она собирала обычно для всех пострадавших какие-то деньги, пыталась помогать. Была известна как большая благотворительница. Потом уже, наверное, когда она уже была не в силах этим заводом заниматься, она продала его бельгийской фирме Сольвер. Эта фирма уже так построила, успела построить свой завод на Урале в Перми. И когда она продала им завод, первое, что они сделали, они завод закрыли. Потому что им было достаточно одного завода на Урале, чтобы сжать соды всю Сибирь, всю Сибирь, всю Россию. И этот завод прекратил существование. И уже второй раз производство соды началось уже после Второй мировой войны. Когда уже в другом месте Алтайского края был построен Михайловский содовый завод, который до сих пор существует. Уже он продолжил это делать. Вы упомянули вот его, да, брат и художник вроде. Но вы интересную вещь сказали, что фактически он был первым рекламным агентом. Да, он еще что-то писал для его хозяек и распространял это все. Как пользоваться соды? Да, он был, кстати, хорошим прихожанином Лютеранской общины. И он, и его жена, они помогали церкви материально. Ну, я так понимаю, вообще активное участие принимали в делах церкви. А другой вот интересный герой, вот такой тоже из череды вот этих горных чиновников, он возглавлял почтовое ведомство на Алтае по фамилии Фунг, Егор Фунг. Он, когда закончил свою государственную службу, он решил построить первый в Сибири завод по производству охотничьей дроби. Ну, как бы дробь здесь тогда не привозил, не производилась, она была вся привозна, и он решил вот эту нишу для себя вот как-то вот использовать. Построил он завод, а потом на Алтае приехала научная экспедиция. Ну, завод его уже успешно работал. Приехала научная экспедиция с таким, знаете, известным персонажем Альфредом Брэмом. Вот тот самый Брэм, который создавал берлинский зоопарк, который написал книгу «Жизнь животных». Вот приехал на Алтае Альфред Брэм, и вместе с ним приехал еще один ученый по фамилии Финш. И Финш ездил, осматривал завод Функа, и очень восхищался этот завод. Лютеранин Функ построил на границе с Лютеранским кладбищем, на берегу заводского пруда. Получалось так, заканчивалась ограда кладбища, и рядом был пристроен вот его дроболетейный завод. И чем восхищался Финш? Он восхищался тому, как хитро этот завод Функу строил. Дело в том, что для производства дроби должна существовать огромная башня. Чем выше, тем лучше. Наверх этой башни поднимался свинец, там он расплавлялся, и горячий свинец капал вниз. И пока свинец летит, он формируется в такую вот нормальную, хорошую, круглую дробь. Чем больше он находится в полете, тем лучше получается дробь. И там внизу устанавливалась обычно какая-то емкость с водой, туда уже падала готовая дробь. Ну, башни были дорогостоящие, плюс она должна выдерживать все метровые нагрузки. А что, собственно, сделал Функ? Он эту башню построил не вверх, а вниз. Он ее построил вдоль берега заводского пруда и вверху капался свинец, а внизу на берегу заводского пруда его собирали. То есть эта башня обошлась дешевле, и, соответственно, так как она была пристроена к склону заводского пруда, ну, как бы она, на нее потрачено было меньше материалов, то есть не нужны были такие ветровые нагрузки. Вот это, наверное, единственная дроболетейная башня, которая строилась не вверх, а вниз. Вот так ее Функ придумал, и Финч восхищался, он говорил, он осматривал и другие производства. Я не видел еще такой оригинальной конструкции. Завод существовал тоже долгое время, практически он закрывал все потребности в этой дроби. И Альфред Брэм, который на Алтае, вот наши местные горные инженеры, которые, ну, большей частью были немцами, они общались с Альфредом Брэмом, естественно, на одном родном языке, и, как написано в этих воспоминаниях, они долго стеснялись пригласить его на охоту. То есть сами они были заядлыми охотниками, но они знали, что Альфред Брэм пишет книги про животных, они думали, может, он, ну, как бы осудит их убийство животных. И, в конце концов, когда они предложили, он с удовольствием согласился, поехал, как описано в воспоминаниях, настрелял больше всех дичьев, рассказывал им кучу охотничьих анекдотов, вместе с ними выпивал. То есть они просто были в восторге от Альфреда Брэма, как он оказался компанейским человеком и заядлым охотником. То есть человек мог одновременно писать книги о животных и принимать участие в их отстреле. То есть он не был зоозащитником? Там достаточно чистые воспоминания у него об алтаре. Я еще раз скажу, он не был зоозащитником в сегодняшнем понимании этого слова. Нет, точно не был зоозащитником. Даже в воспоминаниях написано, мог употребить крепкое словцо. Ну, то, что мы говорим, да, как матерное слово. Ну, вот, наверное, когда эти охотничьи истории он рассказывал, где-то, может быть, это было к месту. Ну, вот такие были горные инженеры. При этом, что вот, знаете, как иногда еще такие истории рассказывают, что здесь процветало казнократство, хотя получали они огромные, у них были оклады, жили они здесь достаточно богато. Ну, вот было ли казнократство, я могу просто рассказать на одном примере. Каждый год Алтайский горный округ составлял смету предстоящих расходов. То есть там, ну, как бы, заносилось все, что там должно быть потрачено, там, закуплен лес, например, для, чтобы на шахтах там делать крепи, где-то нужен лес, чтобы ремонтировать дороги, потом закупался древесный уголь для плавильных печей на заводах. То есть смета была достаточно обширная, большая, и вот эта смета в течении, деньги согласно этой смете, смета утверждалась в Санкт-Петербурге, и дальше деньги согласно этой смете тратились на протяжении всего года. И в конце года происходило такое событие интересное. Все горные инженеры со всего горного округа съезжались вместе со своими семьями, с детьми, с женами, съезжались в Барнаул, ну, и там устраивали там балы, вечеринки. И, ну, как бы им было важно, потому что они целый год находились далеко друг от друга, многие из них только, собственно, раз в году и в Барнауле-то и виделись. И, ну, как бы, наверное, и женам было интересно между собой пообщаться, и детям вместе поиграть. И вот на этом, в общем, собрании происходили горные инженеры, ну, естественно, уже без жен, они происходили, производили подсчет оставшихся денег от этой сметы, и если деньги какие-то были сэкономлены, эти деньги, ну, как бы открытым образом делились. То есть они делились по старшинству в соответствии со званиями. Это была такая, ну, как бы своеобразная премия вот за экономию этих средств. Ну, вот если это можно назвать казнократством, ну, я бы это называть точно казнократством не стал, потому что, повторюсь, делалось это все открыто, об этом знали в Санкт-Петербурге. И, ну, фактически, наверное, это было как раз поощрение за экономию этой сметы, что они не раздували эту смету, а пытались деньги тратить грамотно, и вот, наверное, как бы они считали возможным претендовать на тот остаток, да, в конце года, который они могли в довеском к своему окладу поделить и как-то использовать. Ну, вот так они жили. Кстати, многие европейские путешественники, которые бывали на Алтае, в Барнауле, они называют Барнаул сибирскими афинами, ну, потому что, вот, как бы здесь жили ученые люди, горные инженеры, процветали наука, была большая горнозаводская школа. Например, Омск соседний, они назывались партой. Почему? Потому что в Омске находилось военное командование Сибири, и там было много военных. Вот Омск у них ассоциировался со Спартой, а Барнаул с афинами. И они обращали внимание на большое количество роялей в домах барнаульцев. Потому что, ну, сами можете представить, городок был небольшой. Чем, собственно, здесь заниматься образованным людям? Они собирались вечером, музицировали, пели. При этом, что ноты рояля, они выписывались из Санкт-Петербурга, и это доставлялось санным путем. То есть рояль мог ехать там порядка трех-четырех месяцев до Барнаула. Вещи-то были дорогостоящие. Ну, вот, кстати, вот как упоминается в книге Финша, которую он написал по своей поездке с Альфредом Брэмом, по пребыванию в Барнауле, он написал, у них в домах много стульев, и они все разномастные. Почему? Потому что люди перемещались вечером из дома в дом. То есть как бы собирались по очереди, горные офицеры, там сегодня дома у одного, завтра дома у другого. Ну и что делали мужчины? Мужчины играли в карты, женщины музицировали, пели. И вот это большое количество стульев, оно было необходимо, чтобы все это общество принимать. Но вот на что обратил внимание Брэм, он сказал, стулья разномастные. То есть они были из разных гарнитур, собраны. Вот как-то он это заметил. Он сказал, много комнатных растений, много роялей, разномастные стулья. Он описывал, местное общество. Очень интересный рассказ о сибирских династиях, о династиях наших единоверцев, протестантов, которые осваивали Россию, которые помогали и поднимали нашу страну. Можно так сказать? Скажите, что-то осталось от завода, который производил друг? Ну, от Колывана-Воскресенского ничего. Есть развалины Павловского сереброплавильного завода, он уже в плохом состоянии. И вот, собственно, Барновльский сереброплавильный завод это уникальный памятник. У нас его местные краеведы, историки, впрочем, и чиновники как бы общими усилиями хотят, чтобы его признали ну, такой ценностью, мировым достоянием, чтобы как-то заинтересовать этим хотя бы ЮНЕСКО. Потому что заводов сереброплавильных ну, практически вот в такой сохранности, как в Барнауле, не осталось. Это большой-большой комплекс, он занимает вот большую площадь в старой части города, и на нее уже там, честно говоря, уже не раз претендовали наши застройщики разные, как вы знаете там, что обычно любят застройщики там, снести все старое, построить какой-нибудь очередной торговый центр. Но вот люди сопротивляются, отстаивают, как могут эти останки сереброплавильного завода, потому что объект шикарный, там как бы если его отреставрировать, то я думаю, там можно, можно много чего разместить, там начиная от музеев, каких-то открытых площадок. Энтузиасты сейчас там пытаются воссоздавать технологии, например, он же построен из кирпичей такого старого образца, и у нас есть энтузиасты, которые пытаются производить эти кирпичи, они говорят, мы наделаем кирпичи, они пригодятся потом для реставрации. По старинным технологиям. Александр, давайте оставим интригу, и я предлагаю вам в следующий раз рассказать нам об этом заводе, может быть, показать что-то. Большую радостью. И о заводе, о сереброплавильном производстве. Спасибо большое. Это наш проект на канале «Взгляд с небесной», который называется «Неизвестная Сибирь», «Неизвестная Россия». И наш историк, краевед, епископ лютеранской церкви Александр Франц. Спасибо большое. Благословил вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok